Сегодня в нашей программе с помощью Слова Божьего я покажу вам, как зависть фарисеев во времена Иисуса привела к разделению иудаизма и христианства, узнавая еврейского Иисуса. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Как иудаизм и христианство разделились? Иисус — это цель, о которой говорит еврейское Писание. Иисус пришел не для того, чтобы начать новую религию, а чтобы объединить иудеев и язычников в одно, в Мессии. Отец желает, чтобы еврейский народ понял, что вера в Иисуса — это не что-то нееврейское. Также он желает, чтобы церковь ценила еврейские корни своей веры. Поэтому мы должны понимать, что Иисус есть Мессия для каждого народа. Благословения вам и шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёртшнайдер. Добро пожаловать в новый выпуск «Узнавая еврейского Иисуса». Я уверен, что эта серия по-настоящему изменит жизни некоторых из вас. Расскажу вам о том, как иудаизм и христианство отделились друг от друга. Сегодня вторая часть этой серии. На прошлой неделе я обрисовал для вас картину того, насколько иудейским был Иисус и Его послание. Иисус пришел как иудей и жил как иудей. Когда Он родился, волхвы правильно сказали «Где родившийся царь иудейский?». Когда Его распяли, табличка над Его головой гласила «Иисус из Назарета — царь иудейский». Его последней трапезой была пасхальная вечеря с учениками. Сегодня Он выседает на небесах, как лев из колена Иудина. Он грядет, как потомок Давида, а впереди нас ждет город под названием Новый Иерусалим, на воротах которого записаны имена 12 колен Израилевых. Сегодня нет времени повторять все то, что я подробно рассказывал в прошлый раз. Если вы не смотрели послание на прошлой неделе, то послушайте внимательно. Я не часто это говорю, но вам необходимо приобрести последнее послание. Вы можете зайти на наш сайт и найти его там. Вы можете заказать его на CD или DVD-диске. Найдите это послание. Гарантирую, это стоит потраченного времени и усилий. Сегодня я продолжаю нашу тему. Продолжу на основании, которое я заложил на прошлой неделе. Я показал вам, что Иисус пришел не для того, чтобы начать новую религию под названием христианство. Он пришел исполнить то, что уже было дано еврейскому народу от Бога. Мы называем это Ветхим Заветом, а иудеи называют это Танах. Назовем это Иудейской Библией. Иисус пришел не для того, чтобы основать новую, отдельную от иудаизма религию. Он пришел исполнить то, что уже было предречено через Моисея и пророков. Поэтому Иисус сказал евреям в пятой главе Евангелия от Иоанна, «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне». В 44 главе Евангелия от Луки Иисус исследовал с учениками закон Моисея. Он показал им в законе Моисея, в книгах Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзакония, все, что написано о нем в Торе и других пророков. Возлюбленные Иисус стал кульминацией Ветхого Завета и Танаха. Они исполнились в Иисусе. Двигаемся дальше. Как так получилось, что люди смотрят на меня, еврея, и спрашивают, «Как вы можете быть христианином? Ведь вы евреи». Как так получилось, что ни евреи, ни христиане не видят связи между христианством и иудаизмом? Возлюбленные, мы не понимаем феномен того, что иудаизм — это мать христианства. Иудаизм произвел на свет то, что мир называет христианством. При этом в Иисусе исполнился весь Ветхий Завет. Как так получилось? Давайте поговорим о том, как произошло разделение, и как мы упустили из виду этот феномен. Именно об этом хочу поговорить в первую очередь. Обратимся к Евангелию от Иоанна. Тут мы находим намек на одну из первых причин, которая увела иудеев от Иисуса и привела к тому, что христиане не понимают, что их вера уходит корнями в Писание Иудейской Библии. В 11 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о феноменальном чуде Ешуа Аль-Ма-Шех, когда он воскресил Лазаря из мертвых. Ответьте на вопрос, если вы увидите человека, который воскрешает кого-то из мертвых, это привлечет ваше внимание? Я покажу вам, что произошло во дне жизни Иисуса сразу после того, как он воскресил Лазаря из мертвых. Давайте мы обратимся к Евангелию от Иоанна. Это 11 глава, 47 и 48 стихи. Послушайте, Слово Божие гласит здесь, а потом мы сразу перейдем к 53 стиху. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Я прочту еще раз, чтобы вы полностью осознали смысл этих стихов. «Иисус воскрешает Лазаря из мертвых». Это невероятное чудо. Вам кажется, что все должны прийти в восторг. Однако, послушайте, фарисеи и первосвященники были не в восторге. Напротив, они испугались и позавидовали. Как они отреагировали? Что нам делать? Этот человек много чудес творит. «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». А теперь перейдем к 53-му стиху. «С этого дня положили убить его». Именно здесь, во времена Иисуса, началось разделение между верой во Христа и религией традиционных иудеев, которая стала основой современного иудаизма. Возлюбленные. Разделение началось с того, что фарисеи испугались и позавидовали Иисусу. Но чего же они так испугались? Они говорили, что нам делать? Нам нужно остановить этого человека. Если мы позволим ему продолжать творить чудеса, тогда все поверят в него. А если все поверят в него, думали фарисеи, мы потеряем свое место и потеряем свой народ. Первой реакцией фарисеев на Иисуса был страх и неуверенность. Они переживали, что потеряют своих последователей. Переживали, что потеряют свою позицию религиозной власти. Они решили, нужно убить Иисуса, чтобы не потерять то, что у нас есть. Повторю то, что они сказали. С этого дня положили убить Его. Знаете, в 80-х и 90-х годах все районы Нью-Йорка были под контролем различных мафиозных семей. Если одна семья мафиози вдруг проявляла активность на территории другой семьи мафиози, тогда начиналась война. Та семья, на чью территорию вторглись конкуренты, бросала все силы на то, чтобы не потерять свою территорию. Поэтому они пытались убить вторгшихся к ним мафиози. Возлюбленные. Так было даже во времена иудеев. Во дне жизни Иисуса. Поймите, что во времена Нового Завета религиозные лидеры были не просто религиозными лидерами. Они были самыми влиятельными и, разумеется, самыми богатыми людьми стран. Это было не светское общество. Это было религиозное общество. Быть фарисеем означало входить в высший свет. Фарисеи стали осознавать, что теряют свое место, потому что люди начали покидать их, чтобы последовать за Иисусом. Реакция была очень бурной. Нам нужно расправиться с Иисусом, чтобы не потерять свое место и свой народ. Почему они говорили «наш народ»? Потому что римляне, которые во времена Иешуа фактически были главами правительства Израиля, даровали евреям определенную свободу на их земле. Однако евреи не были суверенным народом во времена Иисуса. Они жили под оккупацией римлян, под управлением римского правительства. Римляне дали иудеям определенную свободу и признали фарисеев главой еврейского народа. Рим дал фарисеям право голоса и власть в рамках их влияния. И вот что озаботило фарисеев. Если такое количество иудеев последует за Иисусом, тогда римляне больше не будут совещаться с фарисеями, а обратятся напрямую к Иисусу. Тогда Иисус станет не просто религиозным лидером. Фарисеи испугались, что он станет и политическим лидером и займет их место в правительстве. Поэтому фарисеи размышляли, что нам делать? Если так будет продолжаться, мы потеряем свое место, а затем и наш народ. И как вы помните, фарисеи решили убить Иисуса. И вот что вам нужно понять. Это необычно важно, возлюбленная церковь. Хочу сделать ударение на нескольких моментах. Послушайте, что я сейчас скажу. В 70-м году нашей эры римляне разрушили храм. Слишком много людей бунтовало на земле израильской. И римляне, в конце концов, ответили на бунт тем, что вошли в город и разрушили храм. Речь идет о храме, построенном по образцу, который Бог показал Моисею в пустыне. Запомните, когда римляне разрушили храм в 70-м году, это стало для евреев катаклизмом, катастрофой. Но почему же так? Потому что, возлюбленные мои, вся их религиозная система была сфокусирована на храме. Она была основана на жертвоприношениях, священстве и храме. Подумайте, как иудеев учили поклоняться Богу через систему жертвоприношений. Самым священным для иудеев днем в году был праздник Йом-Кипур, День Искупления. Что было центром этого праздника, Дня Искупления? Кровь тельца или козла, которых приносили в жертву за грех во святом храме. Жертвы приносились круглый год. Родовые предложения, мирные жертвы и добровольные жертвы. Путь к Богу лежал через жертву, через заклание животных. А кто распоряжался жертвами? Священник и священство. Когда храм был разрушен, приносить жертвы стало негде, потому что совершать жертвоприношения можно было только в храме. Когда храм был разрушен, жертвоприношения прекратились. Когда не стало храма и жертв, пропала нужда в священстве, поэтому священники рассеялись по всей стране. Тремя столпами религии иудеев на то время были храм, жертвы, священство. Когда храм был разрушен, все эти столпы пали. И что же произошло? Иудаизм стало невозможно практиковать так, как его практиковали за многие сотни лет до того. По причине того, что без храма, жертвоприношений и священства стало невозможно практиковать иудаизм поторе, еврейские лидеры собрались вместе в 90-м году нашей эры через 20 лет после разрушения храма вместе под названием «Явны». Встреча получила название «Явнынская академия». В ней могли принять участие только фарисеи. Они обсуждали возможность выживания своего народа и религии. Что им пришлось сделать? Запомните это. Им пришлось изобрести иудаизм заново. К примеру, они сказали, «Хоть мы и не можем больше приносить жертвы, они уже не столь важны. Богу нужны не жертвы, а раскаившиеся сердца и сокрушенный дух. Возлюбленные». Они заменили жертвоприношения, литургией и традициями. Приносить жертвы было невозможно, поэтому еврейским лидерам пришлось заменить их чем-то, что соединило бы иудаизм вновь. Так появилась литургия и другие традиции. И вот что самое интересное. Новая форма иудаизма, о которой мы говорим, та форма, которая появилась после Совета 90-го года, сегодня известна как раввинистический иудаизм. Эта религия большей частью основывается уже не на Ветхом Завете или Танахе. Теперь это новая форма иудаизма. Изобретенная раввинами для еврейского народа. И вот в чем основная суть. Кем были эти фарисеи, которые собрались в Явне в 90-м году, чтобы изобрести иудаизм заново? Кем были эти фарисеи? Частично это были те самые фарисеи, которые решили убить Иисуса, о чем повествует нам 11-я глава Евангелия от Иоанна. А также там находились их сыновья. Изобретение нового иудаизма в 90-м году родилось в сердцах тех, кто хотел убить Иисуса. По этой причине, с того самого дня, враждебный настрой против Иисуса передавался каждому новому поколению. Другими словами, каждый еврей воспитывается именно в таких условиях. Нас учат, что нам не нужно верить в Иисуса. Мы не знаем, почему нам не нужно верить в Иисуса. Мы не спрашиваем, почему же нам не нужно верить в Иисуса. Мы никогда не читаем Писание, чтобы узнать причины верить нам в Иисуса или нет. Просто в нас с детства закладывают мысль, что нам не нужно верить в Иисуса Христа. Мы делаем это неосознанно. Поэтому евреи и не верят в Иисуса. Почему? Потому что я еврей. Не осознавая, что одна из причин, по которым мы отвергаем Иисуса, уходит корнями к фарисеям, которые хотели его убить в свое время. Не потому, что они изучили Писание и решили, что он лже-пророк. Скорее потому, что он вселил в них страх потерять свое влиятельное положение. Церковь, я прошу вас услышать меня сегодня. Услышать то, что я говорю. Сегодня евреи отвергают Иисуса, не понимая, что отчасти причиной тому события двухтысячелетней давности и фарисеи, которые его отвергли. Не потому, что сочли его лже-пророком, но потому, что испугались потерять свои позиции когда-то однажды. Они завидовали ему и в результате решили от него избавиться. Я хочу бросить вам вызов, если вы еврей. Подумайте об этом. Если бы я поделился только этим, этого было бы недостаточно. Но в предстоящей неделе я поделюсь с вами многими другими причинами, по которым евреи смотрят на христианство как на нечто нееврейское. Мне даже не нравится использовать это слово «христианство», потому что Иисус никогда не говорил о христианстве. Новый Завет никогда не говорит о христианстве. Не поймите неправильно. Я верю в христианство, но христианство это просто термин, созданный отцами церкви, чтобы дать определение их системе верований и назвать последователей Иисусом. Это прекрасно, но я возвращаю вас к основам Библии, к самому началу. Проще говоря, Иисус пришел не для того, чтобы основать новую религию с новым названием. Он пришел, как сказано в книге Иоанна, 4 главе, чтобы исполнить иудаизм. Он сказал женщине из Самарии, которая не исповедовала иудаизм, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Возлюбленная, позвольте сказать вот что. Если вы еще не убедились, что верить в Иисуса вполне по-еврейски, и неважно, евреи вы или язычник, я обещаю вам вот что. Вы убедитесь в этом, потому что Иисус вернется, как сказано в книге Откровения, 22 главе. Вернется он, как потомок Давида и лев Иудин. Вы отправитесь в город под названием Новый Иерусалим, на воротах которого записаны имена всех двенадцати колен Израилевых, поэтому возлюбленные, послушайте, Иисус Иудей. Он пришел как Иудей, жил как Иудей, умер как Иудей. Сейчас Он восседает на небесах в иудейском одеянии. Отец хочет помочь еврейскому народу понять, что верить в Иисуса вполне по-еврейски. Он хочет, чтобы церковь ценила свои иудейские корни. В завершении программы я хочу благословить вас и помолиться за вас во имя Господа. Отец, я молюсь, чтобы слова, которые вышли из моих уст, были помазаны тобой и возымели свое действие в жизнях, сердцах и умах тех, кто нас сегодня слушал. Отец, я молюсь, чтобы те, кто слушают это слово, не использовали его как меч в борьбе против людей. Скорее, пусть в них умножится любовь к тебе, к еврейскому народу и ко всей церкви, чтобы понять иудейские корни нашей веры. Отец, ты сказал нам, что цель нашего наставления в кротости. Это настоящая любовь. Да благословит вас Бог, возлюбленные. Мы увидимся с вами через неделю. мир находится сейчас в полном хаосе. И единственная надежда для мира это Бог, создавший вселенную. И мы с вами являемся его послами. Мы послы Господа и Иисуса Христа. И нам нужно что-то делать, чтобы подготовить мир к его возвращению, проповедуя Евангелие. Когда вы поддерживаете меня и это служение, то так вы участвуете в подготовке атмосферы для возвращения Господа Иисуса. Иисус сказал, что он вернется, когда Евангелие будет проповедано до краев земли. Люди все больше и больше осознают, что сегодня нельзя ни на что положиться. Все вокруг нестабильно. Все системы рушатся. Правительства распадаются. Экономические системы рушатся. Рушатся также, к сожалению, и моральные устои. Единственная стабильная вещь это наш Бог. Он наша скала. И я прошу вас поддержать меня в проповеди Евангелия Иисуса Христа по всему миру. Возлюбленные, Иисус рассчитывает на нас с вами. Мы его уста. Помните, Иисус сказал, «Вы будете мне свидетелями до самого края земли». Я прошу вас поддержать меня и служение, узнавая еврейского Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша финансовая помощь очень важна. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу которые вы видите на экране или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и миссианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Хочу воздать Богу хвалу за то, что Он благословил меня, когда я поддерживала программу «Узнавая еврейского Иисуса». Целый год у меня не было работы, и единственный доход приносил уход за моим внуком. Я решила, что сумма, которую я получаю, не помешает мне жертвовать. Несколько месяцев назад я подала онлайн-заявку на вакансию и получила место, где платят намного больше. Это потрясающе. Спасибо вам за молитвы. Дебора из Нью-Йорка. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. субтитры и Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица Своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мои грехи». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то с вами произошло нечто сверхъестественное, а именно вы родились свыше. Воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. И если вы произнесли эту молитву, то вы приняли самое важное решение в своей жизни. Я люблю вас. Но самое важное – Бог любит вас. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. На следующей неделе я расскажу вам, как концепции Троица и Сына Божьего внесли свой вклад в разделение между традиционным иудаизмом и христианством. Не забывайте, возлюбленные, что мы увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова